Здравствуйте! В эфире программа «Новое зрение». Сегодня мы продолжим говорить на достаточно злободневную тему о влиянии плохого зрения на качество нашей жизни. Тема сегодня звучит так – витриоретинальная хирургия и катаракта, чем обусловлена актуальность данных проблем. Сначала мы с вами должны узнать, что же это такое – витриоретинальная хирургия. Общее название звучит так. Витриоретинальная хирургия – это высокотехнологичное и перспективное направление глазной хирургии, которое нацелено на устранение патологии стекловидного тела и сетчатки. А цель этого хирургического вмешательства – восстановление анатомического строения и функции нейросенсорной оболочки глаза. Наиболее значимая часть сетчатки – это желтое пятно. Центральная область этой оболочки имеет максимальную концентрацию светочувствительных рецепторов и называется макулой. Именно эта зона дает человеку детальное и четкое зрение при чтении и вождении автомобиля. Особым отличительным признаком патологии в центральной зоне является появление раздвоения контуров объектов, нарушение восприятия форм и размеров предметов, которые не исчезают при закрытии одного глаза. Все это значительно снижает качество жизни людей. Своё состояние пациенты характеризуют вот так. Я почувствовала дискомфорт. И поэтому сначала проверила себя дома. Один глазик прикрыла, второй обнаружила, что у меня что-то случилось с правым глазом. То есть мне неудобно было читать, мне неудобно было вообще, меня всё раздражало. Какую проблему выявили? Выявили то, что у меня полный разрыв сетчатки глаза. Всё же тяжело пришло. Ну и там плюс ко всему катаракта, начальная стадия, поэтому мне любезно сделали и ту, и другую операцию. У меня вначале было вот так, как это, паутина всё налетала, вот такая, прямо до самого плеча. Вот, такая длинная. Не приятно ощущение. Да, так он околитит всё равно. Понимаете, вот такая вот, как пощупаешь, там ничего нет. Жалобы, как видите, практически у всех пациентов одинаковы, но давайте всё-таки узнаем, как или от чего происходят данные патологии. Отправляемся в операционную. Нам с оператором это разрешили. Сначала необходимо переодеться, иначе не пустят. В ведущую роль в возникновении жалоб играют так называемые тракции и патологические напряжения со стороны стеклоидного тела или эпиритинальных мембран. На поверхности сетчатки возникают патологические плёнки, которые стягивают внутреннюю поверхность её в складки и похожи на сжатый целлофан. При прогрессировании и утолщении мембран возникает горизонтальное натяжение и формируются полости в толще сетчатки, интроэнгинальные кисты. Кисты с течением времени могут превращаться в несквозные разрывы с сохранением футорецепторного слоя. В это время у пациента сохраняется ещё достаточно высокая острота зрения. Через несколько месяцев может сформироваться полный центральный разрыв сетчатки с отёком и отслойкой вокруг дефекта, что приводит к резкой потере зрения. Есть ещё одна причина снижения центрального зрения. Она обусловлена анатомическим строением глаза. Большая часть пространства внутри здорового глаза заполнена своеобразным биологическим гелем, стеклоидным телом. Его наружная оболочка в молодом возрасте закреплена на внутренней поверхности сетчатки. По разным причинам в течение жизни объём стеклоидного тела уменьшается, оно разжижается и становится более подвижным. Витриоретинальные тракции – это приобретённое состояние, которое сопровождается неполной отслойкой оболочки стеклоидного тела с сохранением плотного прикрепления в заднем полюсе. При сокращении объёма стеклоидного тела происходит отрыв внутренних участков сетчатки и формируется разрыв сетчатки. К сожалению, не существует профилактических мер для предотвращения эпиритинальных мембран или витриоретинальных тракций. Причины изменений в глазу носят инволюционный характер. Заболевание чаще наблюдается у лиц старше 55 лет и протекает медленно, малосимптомно. Жалобы могут быть односторонними и в 12% двусторонними. Разрывы обычно формируются спонтанно, не имея на то причин, а способствуют развитию патологии рецидивирующие воспалительные процессы, кровоизлияние, сахарный диабет, возрастные изменения, близорукость высокой степени, травмы. Есть большая группа патологий, которые становятся в последнее время всё больше. Это патология макулярной зоны, это витриоретинальный тракционный синдром и макулярные разрывы. Степень выявляемости стала гораздо больше, благодаря тому, что есть диагностические методы, очень тонкие, очень серьёзные и очень современные, которые позволяют на ранних стадиях определить, что у человека есть проблема с макрой. По мере того, что эволюция идёт вперёд, на глаз влияют множество факторов экологических, всяких электромагнитных сил. Есть рассмотримые версии, что в связи с этим количество витриомокулярного тракционного синдрома становится больше и связано это с техногенным фактором. На сегодняшний день в нашей клинике возможность диагностики и хирургии этой патологии представлена на самом современном уровне. В настоящее время операции в клинике «Новое зрение» город Брест проводятся на офтальмохирургической установке последнего поколения. Визуализацию операционного поля теперь обеспечивает не микроскоп, а система камер и проекционный 3D-дисплей с повышенной глубиной резкости NGENITY. Это оборудование позволяет нам минимизировать световой поток во время операции и полностью победить такое явление, как фототоксичность – негативное длительное влияние света на клетки сетчатки. Для пациента это означает сокращенный период реабилитации и уменьшение риска осложнений. Проведено уже более 300 операций за относительно небольшой период работы в течение года. Такие подходы к лечению стали возможными благодаря вмешательствам в полость глаза через микроинвазивные доступы и проведение полного объема операции под интероперационным видеоконтролем ОКТ. После операции в глаз вводится газовоздушная смесь и создаются условия для сращения тканей. При таком современном подходе и тактике хирургии к госпитализации не требуется. Но до операции врачи нового зрения проведут полное диагностическое обследование. Если человек прочувствовал, почувствовал какие-то симптомы не очень хорошего зрения, что нужно сделать прежде всего? Прежде всего надо прийти к доктору, который в принципе глаз очень тонкая структура. Если в вашем автомобиле что-то застучало, что же прежде всего надо сделать? Поехать в автосервис. С доктором то же самое. Если пациент почувствовал в глазу, в другом месте какое-то недомогание, он должен прийти к профильному специалисту, в нашем случае к офтальмологу, чтобы в этой тонкой структуре в глазу доктор посмотрел и профессионально нашел то, что необходимо. Касаемо нашей патологии, о чем мы говорим, витриумокулярный тракционный синдром, мокулярные разрывы, человек чаще чувствует, что появляются какие-то искажения, выпадения в поле зрения, искривления, пятна перед глазом. То есть на ранних стадиях он начнет замечать, что у него есть проблемы. И естественно терпеть не нужно ждать, пока оно пройдет само. Надо прийти и доверить свой глаз профессионалу. Само не пройдет? В данном варианте само не пройдет. К сожалению, это прогрессирующая патология. Вмешательство на заднем отрезке глаза в клинике «Новое зрение» проводится специалистами экспертного класса с опытом работы в данной области более 20 лет. Патология сетчатки, к сожалению, не имеет адекватной консервативной терапии и подлежит лишь хирургическому лечению. Но техническая оснащенность, навыки и опыт хирургов – это те инструменты, которые позволяют им максимально эффективно бороться с недугом. Есть и еще одно коварное заболевание – катаракта. Еще 20 лет назад это слово пугало людей и ассоциировалось с очень низким зрением или слепотой. Мифы о том, что нужно зреть катаракту, чтобы прооперировать ее, и о высоких рисках осложнений во время операции врачи клиники «Новое зрение» вынуждены слушать от посетителей, к сожалению, чуть ли не каждый день. Все эти страхи связаны со старыми методиками хирургического лечения катаракты в 20 веке, при которых выполнился большой разрез. При этом мутный хрусталик удалялся одним конгломератом, имплантировался жесткий искусственный хрусталик и накладывались швы на роговицу, которые ее заметно деформировали. В клинике «Новое зрение» более 20 лет используется только бесшовный метод хирургии катаракты, золотой стандарт 21 века, факоэмульсификация катаракты. Операция абсолютно безболезненная и малотравматичная, занимает всего около 15 минут. Операции по замене хрусталика предшествует тщательная диагностика около 1,5-2 часов и беседа с анестезиологом. Современное оборудование 3D-визуализации, эндженити и высокий профессионализм автомохирурга в клинике позволяет избавиться от катаракты через прокол в роговице около 2 мм путем дробления содержимого хрусталика и превращения его в эмульсию. Гибкие современные искусственные хрусталики или же интерокулярные линзы также имплантируются через прокол 2 мм, что не деформирует ткани глаза. Интерокулярные линзы выполнены из абсолютно инертного материала, разработанного специально для глаз. Искусственный хрусталик служит всю жизнь и не подлежит замене. Катаракта может возникнуть как в детском, так и в юношеском возрасте. Конечно же, риск развития катаракты с возрастом заметно возрастает. После 40 лет у каждого шестого пациента есть признаки патологических изменений в хрусталике, ленсопатии. По медицинскому определению термин катаракта означает любое помутнение в хрусталике. Нужно сказать, что на современном этапе хирургии показанием к операции на хрусталике может служить не только катаракта, а также желание пациента избавиться от нескольких пар очков. Интерокулярная линза в глазу – это высокотехнологичное изобретение, позволяющее сфокусировать изображение точно в центре сетчатки. При отсутствии каких-либо патологических изменений на сетчатке и других тканях глаза, пациент может рассчитывать на стопроцентное восстановление зрительных функций после операции. Наша клиника работает только с мировыми лидерами офтальмохирургии – английской фирмы Reiner и американской фирмы Alcon. К слову, фирма Reiner впервые в мире придумала и разработала в 1949 году интерокулярную линзу. И мы рады, что наша клиника в настоящее время является референтной клиникой фирмы Reiner на территории Республики Беларусь. Ведущие производители интерокулярных линз давно были озабочены проблемами снижения зрения на близком расстоянии у пациентов старше 40 лет. Это называется пресбиопия. Большинство людей после 40 лет имеют три пары очков – для вождения автомобиля, для работы за компьютером и для чтения. Современные люди в возрастном промежутке от 40 до 70 лет ведут достаточно активный образ жизни, где три пары очков доставляют явные неудобства. Таким образом, для решения данной проблемы были разработаны трифокальные интерокулярные линзы, которые очень хорошо себя зарекомендовали в Европе и Америке и уже несколько лет успешно имплантируются пациентам нашей клиники. После хирургической замены хрусталиков очки с диоптремии становятся ненужным атрибутом, а зрение к вечеру этого же дня становится заметно лучше. Это подтверждают пациенты нового зрения. Устал 40 лет носить очки, захотел лучше видеть. Вот это привело к тому. Ну и там уже некоторые проблемы, насколько я понимаю, от рекомендаций врачей были уже с хрусталиком. Неделю после операции, первый день, взял на всякий случай с жены очки, там плюс полтора. Думаю, ну мало ли, что-то придется почитать. Я отработался в день, они мне не понадобились. Все так это окейно, да, засчетно? Да, да, все. Вообще, честно сказать, я в восторге и безумно благодарен Есветлане Александровне и вообще всему персоналу очень, очень, очень. Однако полный восстановительный период длится около месяца, в течение которого нужно закапывать в глаз, специальные противовоспалительные капли и имеются незначительные ограничения по физическим нагрузкам. Хочется обратиться к пациентам. Не затягивайте свою патологию до стадии невозврата. Большинство проблем со зрением, которые вовремя выявлены и при этом начато современное своевременное лечение, можно приостановить и достигнуть очень высоких зрительных результатов. Все методы хирургии, применяемые в нашей клинике, высокотехнологичны и не требуют госпитализации, то есть проводятся амбулаторно. Качество жизни – это лозунг современников. Улучшая ваше зрение, вы повышаете и качество вашей жизни, и радость общения с близкими и друзьями. В Бресте тон всей офтальмологической помощи задают специалисты нового зрения, неукоснительно следуя главному правилу – предоставлять пациентам самое лучшее, что есть в современной офтальмологии. Стиль жизни, команды нового зрения, стремление к совершенству и победам. Приобретите и вы взгляд победителя.